Системное моделирование – это то, что, еще раз повторю, родилось из семейных остановок. В связи с тем, что этапы развития были очень интересны, по своему, у меня есть любимые такие вещи, как я еще мастер практики НЛП, поэтому, когда мы впервые столкнулись с семейными остановками, мы стали использовать то, что я знал из, точнее, из своих знаний, из своих ресурсов НЛПР, и у нас появилось такое объемное НЛП. Ну, так, тихонечко это называлось. Это ускоряло очень работу. Потом мы познакомились со структурными расстановками и поняли, что мы открыли велосипед, но у нас он получился хороший, гоночный, и мы не пожалели об этом. И потом, когда мы пошли дальше, у нас появились расстановки, ну, мы еще тогда использовали слово «расстановки», сейчас мы говорим о моделировании, о моделях. У нас появились такие вещи, которые не были в природе, в семейных остановках, в НЛП, и у нас появились работы без запроса. Что это означает? Я очень часто слышу, как расстановщики говорят, в этом нет запроса. Клиент не сформулировал запрос. Клиент не знает, что он хочет. Наверное, да. Наверное, это нельзя начинать работу, если клиент не сформулировал запрос в трех фразах. Это была такая установка Берта Хеллингера в свое время. И от нас требовали, или нам говорили, что работать можно только, если запрос будет сформулирован достаточно четко, в трех фразах, желательно, и тогда все у вас будет хорошо. Но после того, как у меня был один случай, и человек сел на стул, и я спросил, что ты хочешь, это была женщина, она сказала, «Я хочу любви, денег, семейной жизни и счастья». Это первая фраза. И я понял, что я попал. Потому что у нее еще было две фразы, а я уже не знал, что делать с первой. И вот в этот момент, наверное, я осознал, что любые рамки, они всегда каким-то будут нарушаться. Поэтому мы расширили наши рамки до безграничностей. И теперь я ставлю в тупик человека, когда людей, когда говорю, что мы можем сделать работу без запроса. И тогда люди в тупике. Потому что они не знают, что выйдет, что проявится. В связи с тем, что системное моделирование это распаковка глубинного смысла, то на самом деле мы работаем с вами, с вашим глубинным смыслом. И запрос там звучит. Это не запрос. Наверное, неправильное слово. Там всегда есть то место, то точка напряжения, где вы остановились. Пока вы движетесь, это нормально. Это правильно. Нужно работать только с тем, там, где вы остановились. Не важно, плохо у вас или хорошо с вашей точки зрения. Если есть движение, то плохо закончится хорошим. Если есть движение, то хорошее закончится другим. Ну, один из самых сложных вопросов, запросов звучит. Можете поставить любого остановщика в тупик. Предложу ему поработать со своим запросом. У меня все хорошо, хочу, чтобы было еще лучше. И вот это правда тупик для многих, потому что начинают искать проблемы. А было ли хорошо у твоей бабушки? А как хорошо было у твоего дедушки? И хорошо было ли третьему любовнику бабушки? И как его звали? Начинается собираться информация, где может быть еще лучше. Ну, то, что хорошо одному, то, может быть, никак другому. Однажды весной очень грустный лось шел по лесу. У него было плохое настроение. Было как-то скучно. Хотя был солнечный, весенний день. Но он слышал какие-то звуки, шорохи и все время какой-то хохот. Это его раздражало. В какой-то момент у горябопытства вот это ха-ха-ха, ха-ха-ха. И он выглянул на поляну, вылез из кустов, смотрит по поляне, бегает ежик и хохочет. Он так возмуцелся и говорит, ежик, ты чего тут тащишься? Он говорит, лось, ну весело. Он говорит, а что весело? А вот бегаю, и так смешно, ха-ха, и побежал опять. И хохочет, и бегает с одного конца в поляну, в другой. И просто закатывается. Он говорит, а если я побегу? Ну, так тебе тоже будет весело, лось. Ну, побегай просто, у тебя настроение поднимется. Чуть-то грустные глаза. Ну, лось доверился, побежал. Один километр, второй, третий. Отбежал, десять верст, возвращается на эту поляну. Язык на бок, весь потный, мокрый, захоченный, такой отмороженный. Говорит, ежик, ты что, прикалываешься? Что тут смешного? Говорит, лось, а тебе что, травка пузик не щекочет? Иногда то, что вы советуете другим, может не подходить вам. Иногда эта травка еще не выросла, и не достала вам до... Пузика. Пузика. Или что-то, пузик у вас не вырос, и не достает до травки. В принципе, в любом случае, если вы хотите смеяться, изменения могут идти, как снаружи, и оно вырастет. Или как изнутри, и оно тоже вырастет. Но вам будет в какой-то момент смешно. Поэтому подходят разные методы. Я не утверждаю, что системное моделирование, это панацея. Я уже говорил о том, что я ищу, чтобы это работало. И сегодня я в конце сделаю с вами со всеми одну работу. Со всеми. Она не будет для того, чтобы полностью сделать... она запустит процесс, который будет важен для вас. Это не будет работа... Это будет работа в ключе системного моделирования. Просто вам придется чувствовать. И это будет работа, которую я обещал в самом начале. Вы сможете почувствовать и, наверное, увидеть себя. но я подчеркиваю, это будет в рамках мастер-класса вот такого короткого воршопа. Обычно я ее делаю дольше, чуть-чуть, более детально, более глубоко. И те, кто у нас учится на школе мастерства, там осталось 16 камикадзе. Мы отобрали и отсеялись те, кто просто попытался, но там очень сложно. остались самые мужественные. Поэтому они знают эту технику. Сейчас большими группами я ее практикую иногда, и она развивается. Есть такая возможность сделать работу в течение, скажем, пару часов для полсотни, сотни человек. Это будет полноценная работа. Как у нас с вами получится? Мы попробуем. А сейчас варианты работы системного моделирования. Еще раз подчеркиваю, в связи с тем, что мы работаем со смыслами, нам не важен контекст, в котором вы представляете интересующую вас тему. То есть нам не важно, это бизнес, это личные отношения. Абсолютно не важно. Модель выбирается и она показывает реализацию вас как личности, реализацию вашей семьи как системы, реализацию вашего бизнеса как систему, которую вы создали. Это просто делается по-разному для разных вещей или, скажем, для разных аспектов жизни. и вы вчера видели, как сегодня наш немецкий коллега после того, как мы вчера ему показали точку решения, которая была далеко в прошлом, как он резко сегодня изменил направление своей работы и даже манеру своей работы. И это было приятно. его очень поразили наши специалисты. Это мы до 12 с ним обменивались. У нас круглый стол был. Он был квадратный, но мы сидели так, чтобы он был круглый. И последнее, что придало ему силой сломать ключ, это были наши гости из Крыма, которые принесли мускат фестивальный. И вот после принятия муската фестивального он сказал по-украински «У меня печинка!» Оказывается, его в Германии научили. Если там очень много пьют и наливают. Ты говори печинка, они тогда больных не трогали. Он не знал, что когда у нас говорят «У меня печинка!» Все наливают еще больше, пытаются лечить. И они знают как. Клин клином больше, да. Хорошо. Ну вот мускат придал ему силы. И он потом уже все свернул горы. Ну по крайней мере замок это точно. Хорошо. Есть ли здесь у нас семейная пара? «У» 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 «Итак, ну, вас я люблю. Итак, я своим никогда ничем делаю, они у меня самая бездория у меня». «У» «Ну я считаю, что они всегда успеют, поэтому они никогда не попадают». Хорошо. Тогда я покажу одну из интересных с моей точки зрения вариантов работы для пар. Это может быть не только семейная пара, это может быть, в смысле неужина, это может быть ребенок и мама. Вот мы сейчас увидим, попробуем разницу. Это у нас ребенок, где ребенок? Почему вы неправильно сидите? Что надо, чтобы она взвесила? Да, чтобы она взвесила. Она взвесила? Нет, вот пересядь, пересядь. И как разница? Посидите, почувствуйте разницу. Ты стала старше, а она стала похожа на ребенка. Ты сажала ее в то место, где ей тяжело, эта ответственность, ей неудобно, ей даже было там стеснительно. Она как-то так немножко напрягалась. Это относится к любым системам. я всегда говорил, что вы должны обращать внимание. Мужчина должен быть с правой стороны от вас. Даже, ну извините, за интимную подробность в постели. Хотя некоторые говорят, я не привыкла так, возле стенки, ложитесь головой на оборот, переставляйте так. То есть рядом, когда вы идете, позвольте ей идти справа от вас. А почувствуйте себя слегом. Система и законная работают, независимо от того. Позиция в системе оказывает очень много. У меня вопрос к вам. Можно вас ответить? Так как это пара, и у каждого свое видение, своей семьи, как систему, мы не будем разворачивать классическую семейную работу, брать там ставить муж, жена, дети, первая любовь, первый муж, вторая жена. В общем, не будем сказать. Я третий брат, восьмые дети. Это еще только те, которые он знает. Ну, потому что это не интересно. Мы в системном моделировании пользуемся тем, что объекты не важны. Вы, наверное, встречали такое, когда особенно в школе, в коллективе, в рабочем, кажется, вот этот сотрудник очень эротипный. И вот я сейчас выгоню его, и у нас в коллективе наступит просто гармония. выгоняют его, никого не берут, и через некоторое время опять находится кто-то, кто проявляет эту связь. До этого был нормальный человек. Если не меняются связи, то вы можете брать людей, менять людей. В школе обычно в классах, когда выгоняют плохих детей, кажется, класс будет лучшим, на это место становятся два когда-то бывших хорошими. Нам важны связи, и мы их все время поддерживаем. Одна учительница, которая пришла ко мне на семинар, она учительница в 23-м стажем, она говорит, Александр Алексеевич, у меня странная системная динамика. У меня в каждом классе, где я преподаю, обязательно три придурка. Вот почему их три? Ни два, ни один. Вот у меня три. Я и математику, ты идиота, который вообще не радивый, не учится, бестолковый, не хамят, грубят и так далее. Когда мы поставили всю систему, и вот это чувство этих трех придурков, то эти три придурка сразу превратились в некую системную связь. Я спросил ответил, а ты какой ребенок? Я самый младший от синего. Я поздний ребенок, меня очень любили папа и мама, но у меня было три старших брата, они надо мной издевались. А теперь у тебя есть в каждом классе по три брата, которым ты получишь мозги, и ты можешь делать с ним все, что хочешь. Она говорит, да. Я вызываю их родителей, я объясняю своим родителям, вот они, вы их такими не знали, а я страдала. Вот динамика сохраняется, объекты не важны, объекты не важны. И мы, сохраняя эту связь, найдем любой объект приложения. Главное создать, реализовать, прочувствовать эту связь. Поэтому у меня будет просьба. Ты выбираешь двух заместителей, это будешь ты, и он. Ты выбираешь двух заместителей, это будешь ты и она. И я хотел бы, чтобы мы все вместе и вместе с ними увидели его видение связи в семье, что такое семья, и ее видение связи. Но мы будем рассматривать это как два отдельных пространства. и у нас как бы будет два представления, два проекта и два видения. А потом мы посмотрим, чем они не совпадают между другом, где точка где связи оказываются скрытые и мы сделаем их явными. Если такое есть, начали. Выбирать можно любых. Главное, чтобы это было незнакомые генеральские муки. Это кто? Хорошо. Это ты? Это Татьяна, да? Сядь теперь. Что ты ему сказала? Ну да, хотел его. Вы видите, как интересно, да? Она выпала, поставила неизвестно кого, это был ее муж. Нет, я думала, что не право с тобой и его было. Сначала я был. Сначала я был. Я прошу вас, постойте, почувствуйте и просто смотрите друг на друга. Если вам мешает, то, что существует другая часть системы, вы можете немножечко сдвинуться. Если нет, то просто продолжайте смотреть. Я понимаю, что в рамках мастерской никогда так много и просто есть небольшая разница, но просто чувствуйте. Что здесь чувствует датьяна? У меня волнение. Это не мешает. Я хочу, чтобы это было отдельно. Холодно. Волнение. Холодно. Холодно. Тяжело в глаза смотреть. Где ты чувствуешь эту тяжесть? Когда тяжело в глаза смотреть, что ты чувствуешь? И где на своем деле ты чувствуешь эту тяжесть? волнение. Это приемка. Это рептическая рука, он очень хорошо работает, на нем можно очень много делать, даже просто с одним человеком. Ну лучше, легче, но все равно. Нервозность есть. Как же это все? Ничего не знаю. В сравнении с чем? Не знаю. Мне вообще изначально было как-то стыдно, неудобно, чуть-чуть как-то осмотреть туда. Мне было очень приятное внимание, мне казалось, что меня любят. Но когда она стала говорить, у меня какое-то умное недоумение и какой-то коммунитивный незамон. То, что я видела и то, что слышал. Ну это вот несоответствие между тем, что я вижу и слышу. Обычно это проявляется так, когда ты спрашиваешь человека, как ты себя чувствуешь? Он говорит, у меня очень хорошее настроение, у меня такое приподнятое состояние души. У меня крылья за спиной развернулись, аж там летают. И наоборот спрашиваешь, как ты себя чувствуешь? Да все хреново, понимаете? Все чертовой матери. Бабы дуры, вообще друзья-смолочи. А и вообще мне в жизни не хочется. Не хочется жить. Вот это называется когнитивный диссонанс. Вижу одно, слышу другое, там дальше. Что с вами? Очень напряжен, сосредоточен. Сначала было просто внимание, непонимание. Сейчас непонимание, но оно в голове. Как ты чувствуешь непонимание? Когда ты его чувствуешь? Где имя? Как ты его чувствуешь? И на 26. На 26. Насколько мне это нравится. Где он взял? Где он взял? Ты его знаешь. Да, он знаю. Ты его знаешь. Так же близко? Да. Ты меня смущает. Это Житомир. Оказывается, это весь житомирский угол был. Это мафия. Несколько легкое смущение. Легкое волнение. Скажи мне. Да. Володя, она как-то так к нему поздно расслабилась и не все. Это ее сексуальное влечение в кибель. Что здесь происходит? Ну, я вам пережила. Ну, мне очень приятно внимание, но я не смотрю в ту сторону, мне не попасть. Что мне сказать? Просто как вы себя здесь чувствуете? Обыкновенно. Тогда вам это обыкновенное состояние, как вы себя обыкновенно почувствуете? Эмоции, состояние, чувства, есть ли внимание на другую? Достаточно спокойно. Что здесь? Ну, комфортное состояние, внимание туда. И какое это внимание туда? Я здесь не заигрываю, но... Заигрываю. Хорошо. А теперь мы сделаем маленькую вещь. Вернуло состояние первого. Что вернулось? Вернуло состояние первого. То есть опять вера к жене, и опять не понимаешь. Когда она была за спиной, она была симпатией, и все было хорошо. У меня очень интересный момент. У меня три года. Три года. Три года. Достаточно симпатичная девушка. Достаточно симпатичная. А как вот чувство, когда недостаточно симпатичной? Разница в замоке. Ну, не знаю. Хорошо. — Скажи, ты очень напряжен. — Очень напряжен. — Мама, мы с тобой вдвоем. — Есть только я. — За его спиной она — это ее система. — И за его спиной он ей не подбежал. Она видела за его спиной его маму. — Ты неинтересен как мужчина, а не как мальчик у мамы. — Все тоже? — Да ладно, она сказала нормально, это ей нравится. — Постой. — Что? — К сожалению, плакать хочется вот тут. — Что здесь? — Мне стало значительно лучше, когда я могу смотреть спокойно, — Это хорошо, но это непонимание. — Я не хочу. — Я не хочу. — Быть для тебя папой. — Быть для тебя папой. — Быть для тебя папой. — Я твой мужчина. — Я твой мужчина. — Мне не надо сравнивать с папой. — Я все понимаю, но так хочется. — Ему очень тяжело, потому что он видит всегда точку напряжения, когда она его оценивает. Сравнивает с кем-то, с кем-то уверенным, спокойным, это ее образ. — Что здесь? — Нет двух слов. — Ничего не изменилось. — С какой точки времени не шансов? — Нет. — Нет. — Две минуты назад. — Хорошо. — Понимание у меня нет. — Самый большой парадокс, что проблема в ваших семейных отношениях проявляется именно тем, что она проявляет огромную активность и все интересное, она ведет себя как любопытный ребенок, которому интересно все. И тебе грустно, тебе грустно от того, что он такой спокойный и отмороженный, не такой эмоциональный. Вот это отношение между тобой как ребенком и как безэмоциональным взрослым мужчинам, ты его пытаешься растормошить, капризничая и удовлетворяя всякие всякости. А это ваше отношение без родителей. Без вот этой проблемной связи. Когда ты ведешься как ребенок, ты хочешь получить папу. Когда он такой спокойный, он уверенный, он чувствует поддержку мамы. Если вы будете в постели в жизни дома без папы и без мамы, ты без папы, он без мамы, у вас будет очень интересно. Но не будет конфликта. Попробуйте подойти поближе друг к другу. А вот это то, что вас возъединяет, эта связь вас возъединяет, она такая. Я потому и спокойный. Я потому и спокойный. Что ты такая эмоциональная? Что ты такая эмоциональная? Я такая эмоциональная. Что ты такой? Ты самый правильный. Ты самый правильный для меня. Это ты. Это ты самая активная. У тебя как эмоциональная есть какое-то желание? Есть у меня потребление, я себя сдерживаю. Где вы увидели, где она себя сдерживает? Это было в той части. Как это будет? Это слишком несерьезно. Это было в ее части. Я тут вот все сексуальное желание, оно у меня горит, кипит. А за ним-то мама, жена. Что подумает мама? Версунок к маме, но это не тот вчерашний и позавчерашний. Вот как раз попробуй быть, какой ты есть на самом деле для себя. Мужчина не дает. Мужчина не дает такие слова. Это относится только с женщиной. Он отвергает. Тихо, тихо, тихо. Попробуй. Как он может сделать то, что ты хочешь, когда он не знает, что ты хочешь, и ты себя сдерживаешь? Добрайся, мол, сама. Вот мы видели вот этого. Вот он стоит сдержанный, а она тут смущается и неудобно. Она ищет по сторонам, она не знает, что делать. Куда угодно внимание. Вот она сейчас нам показала опять зону напряжения. Вот эта связь, которую здесь она рассказывает, она точно так же проявляется в ее отношениях здесь. Если ее не будет, то у них будет именно просто отношение между ними. Можно разбираться отдельно, почему она так появилась. Там, там, дальше раскрутить это. Я сейчас показал именно то, что я говорю. Мы в системном моделировании видим скрытые связи. Как это проявляется на фирме, когда мы ставим фирму и видим, что на самом деле делает глава ГУК, что на самом деле делает главный инженер, и кто ворует масло. Это вполне реально. Определить теневого лидера, определить, кто работает на себя, кто ворует. Это очень легко. Что здесь? Тогда мы сделаем все-таки, мы эту связь доведем до конца. Ты продолжаешь искать, что тебе все интересно? Посмотри в глаза. Скажи, перестань светиться. Перестань светиться. Кто-то единственный интересный? Кто-то единственный интересный? Это я. Конечно же я. Начинай медленно двигаться и смотри ему куда-то. Только вот так, с руками. У меня есть анекдоты на эту тему, но я не могу здесь рассказать. Дедушка и бабушка прожили очень длинную совместную жизнь. Им стало скучно, но нет разнообразных каких-то отношений. Все-таки столько лет вместе. Золотая свадьба, еще какая-то. И он, в конце концов, решил внести разнообразие. Он говорит, слеская, давай исполни молодость, приходи, там сто сенок за селом, приходи на свидание. Вот как у молодости. Она говорит, хорошо, во сколько? Она говорит, у семь часов. Я пошел, пошел, ждет, ждет, час ждет, два ждет, нету, три ждет, возвращается домой. Она там еще потом обедит. Он говорит, ты что старая дура, я же тебе до свидания говорю. Я же тебе три часа в столу прождал. Ой, извини меня, мамка не пустила. Ой, как молодость. Ты сейчас хвастаешься? Я сейчас сожжу. Пусть, ты можешь обморовать. А это надо делать. А секси, а любви, а чувак это не надо. Это очень хорошо. Скажи, моя цель? Моя цель? Обижаться. Обижаться. Молодец. Молодец. Я делаю все. Я делаю все. Чтоб ты достигла своей цели. Чтоб ты достигла своей цели. Спасибо. Что меня так любит. Ты любишь. Ведь на самом деле это парадокс, но он такой. И она стоит, говорит, если я подойду ближе, мне станет хорошо, и я тогда буду обижаться, почему я это сделала. А он это не сделал для меня. Это я для себя сделал. Я для себя сделала счастье. Это же не он для меня сделал. Поэтому буду обижаться. Тю. Я тебе говорю. Я не снижалась. Устами владельца, но волю пить. Кабелла сказал тю. Сколько нам лет? Тринадцать-четырнадцать будет. Какая мудрость. Я всегда считал, что женщины глупее с возрастом. Капулемент. Я в плане чувства. Они как-то вот все. Продолжают. Ну, а что? Ну, мы ждем. Стыдно неудрость. Стыдно неудрость. Мы можем вернуться в родительскую семью. Найти точку. Присечение. Конфликт с мамой. Потому что я лучшая женщина для папы и мамы, чем ты. Мы можем это искать. Где этот парадокс появился? А можем его решать здесь. Ну, как говорил наш немецкий коллега. Стукнуть молотком. Теперь откроются. Или ковыряться. Почему такие замки. Она листами. Ключа. Где был излом. Где было неправильно по технологии просверлено. И влияние муската. Муската фестиваль. На поворот. На усилия. Еще. Я жду. У меня среди принцип физических плохо. Нет? Я смотрю как я. На усилие. — На усилие, на усилие. — Я смотрю. — Нет. Как я смотрю как я. — Так. Так же, как и две минуты назад. Как-то иначе. Жду, когда он скажет, шаг вперед. Девушка. Да, да, можно, можно. Это, это, это не считаю, так быстро. Скажи ему. Не было бы легче? Не было бы легче. Если бы ты меня провоцировал. Если бы ты меня провоцировал. Я думал быть серьезным, как твой папа. Я не хочу секса с папой. Я не хочу секса с папой. Скрытые связи. Какая это называется семья? Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Не приставайте к ним. Он хочет быть серьезным и значимым, чтобы она его уважала и ценила. А ей вот тут все припесится и так хочется. Хорошо. То есть, вот, еще раз повторяю. Мы, связи существуют. Но только не пытайтесь привносить, точнее вызывать, активировать те связи, которые у вас были в родительской семье. Но у нас такой опыт. Мы начинаем. Не объекты приносим, а связи. Папы, мамы, себя с мамой, себя с папой. И приносим, и тогда мы видим, где, какая проекция, какую принес он, какую проекцию принесла она, и где они конфликтуют. А иногда они дополняют друг друга. И такие люди приходят, потому что там у них как бы гармония своеобразная. Полет нормальный. Посуду попили. Обнялись, поцеловались. Все хорошо. Ну, то есть, каждое отношение обладает своей суммой связи. Поэтому... Продолжим? Хорошо. Как вы себя чувствуете? Ну, можно иногда пошелить. Какой я анекдот обещал? У нас есть беженцы. У нас 13-14 лет. Я в Львове попал на эту тему. Я обычно рассказывал разные анекдоты с широким диапазоном. Я уже говорил, любимая моя тема была «Вестокласс на международном конгрессе используя ненормативные лексики для усиления эффекта системных решений». Ну, не перевели и сказали «Немцы не поймут». А так я в жизни использую. Очень быстро доходим до людей, когда им говоришь, что… Да. Очень коротко. Незонночное чувство. В Львове я спросил, кому здесь всем 18-16. Одна девушка лет 20-ти подняла руку и сказала «Мне 12». Я правда, я был в шоке. Вот она была… Да. Я сказал, я не буду какие-то данные рассказывать, я буду себя избежать. Она говорит «Ой, Боже мой, что вы не слышали, тут у нас свои годы. Свои 13 лет». Я принял вызов, я рассказал. Она говорит «Да». Я думаю «Не слышу, я завтра в школе расскажу». Поэтому я стал очень скромнее. Хорошо. Я считаю, что тут очень много людей, которым уже далеко и меняться бесполезно. А вот меня больше интересует 50. 50. Как ты здесь оказалась? С мамой. А что ты хочешь? Именно на тренинге, да? Именно для себя, неважно, на тренинге в жизни. А на тренинге что? Ну, на тренинге сейчас личная проблема, ну, как бы, наладить взаимоотношения с матерью. Да ты что? А что тебя напрягает? Ну, у нас, как бы там… С твоей точки зрения. С моей точки зрения. Ну, с моей точки зрения. Ну, как бы, мы… Ну, как бы, мы… Я, как бы, себя и только веду, и мама так реагирует. Мы постоянно ссоримся. Ну, как бы, нету… Я и маму. Я и маму. Конразовую. Хорошо ли, как ты так спокойно идёшь, и можешь послужить радостью? Нет, когда другие накричат. Да, накричат. Это сердечное признание. Хорошо. Тогда давайте сделаем, что… Вы все видели модель… Да, нет, нет, да, не, нет. Но вы видели её в исполнении в одном фокусе. Поэтому я хотел бы сделать… Попробовать видеть это по-другому. Ну, нужно было проще сделать. Можно было бы сейчас просто без всякой работы поставить вас двоих. Вы бы один раз встретились с глазами и помолчали. Просто стоите и смотрите это в других глазах. Когда есть смех, он прячет очень большую боль, слёзы. Просто смотрите в глаза. Если будут слёзы, ты можешь плакать. Мы не смотрим здесь, как на объекты. Мы смотрим, как на связь. И она проявляется, она вот такая. И не надо спрашивать ничего. Престанут смотреть. И тогда единственное, что остаётся – это чувствует душа. Что мы чувствуем. Смотрите. Смотрите. Спасибо. Спасибо. Мамочка. Мамочка. Я очень боюсь. Если я буду себя вести плохо? Если я буду вести себя плохо. Со мной поступят так, как с первым. Со мной поступят так, как с первым. Вышли медленно, медленно, но смотрел глаза. Дети все нужно обнимать снизу, а не меньше. Дети все нужно обнимать. Она должна всегда провоцировать, чтобы ее выносить. Она должна всегда провоцировать, чтобы ее выносить. Дети все нужно обнимать. 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 Дети все ты не делая обнимать. Дети все, что interpersonal трансип music plays. Дети все нужноachtерно. Будет легче, если ты будешь знать, как это будет проходить. И куда это ведет? Хорошо. Ну, только не так, как вчера. Сегодня да, нет, не да, не нет. И, ну, не быстро, а просто вот. Оперативно. Это Татьяна. Теперь ты да. Это Алена. Ну, ты хоть назначай их, мать. Я уже назначил. Я не знаю, где вы видели вот расстановочную работу, когда берут там за руки, просто выставили, вывели. Это как раз то, что самое важное. Не ходить через систему. Вот теперь вокруг. Это не да, стоим там, все правильно. Не, нет. Да можно, не можно. Положи руки на плечи, скажи. Не, не. Мне долго пришлось к немецкому товарищу объяснить, что такое не нет. Найн, нон, 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 нон. Там что-то. Найн, найн. Найн, найн. 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 Хорошо. А теперь выбери, пожалуйста, события. Выбери события. Просто значит события. Фокус может перемещаться как угодно, это вполне нормально. Главное, что вы чувствуете на том месте, где вы стоите. Главное, что вы чувствуете на том месте, где вы стоите. Интересно. Да, я верю, что интересно посмотреть толку от меня. Подинтересованность. Как же я оказался? Выбери. Волнение. Ну, это ближе к страху. И сверху вот где-то вот до вот этого околенилось полное. То есть тут могу взрывать. И такая тяжесть какая-то. И вот это вот завернутаться внутрь полное. Хорошо. Нитяжение. Волнение. Волнение. Вот это. А что такое тяжесть? Я… Какая эмоция? Еще раз. Мы говорили о том, что есть общая эмоция, как состояние, и чувство, как восприятие других объектов, моделей. Чувство радости, оно появилось. Чувство радости. Это раз. Когда он пришел на то место, где он стоит сейчас, у меня появилось сомнение и волнение. А когда только появился, например, чувство радости, вот когда сомненько было с ним стоить. Кто инициатор этого события? Кто? Как ты восприняла то, что это должно произойти? Ну плохо. Кто здесь? Кто здесь? Я уверена. У меня как бы выгодная точка обстрела. Я контролируюсь. Обстрел. Знать нормально. Внимание. Внимание на него, но я хорошо и их всех вижу. Когда ты всех видишь и внимание на него, какое чувство? Увиденности. Хорошо. Разница между восприятием этих трех точек есть только? Я могу сказать, что единственная задача это тебя поломать. Скажи пожалуйста, ты в своей семье какой ребенок? Пусть и тебя. Никого. Тебя хотели. Не знаю. Но у тебя отношения, наверное. Отношения были плохими. Никогда не надо. Вот это тот момент, когда женщины хотят ребенка и думают, что появление нового ребенка сохранит семью. Или изменить отношения. Нифига. Да, я не справилась. Я не смогла сохранить. Я не смогла сохранить. Не смогла. Встала еще. Встала еще. Встала еще. Нифига. Ты же не всеми. Встала еще. Встала еще. Встала еще. Встала еще. Смотрите в другую глаза. Ответ по моей кромате. Посмотрите другого на ногу. Ответ по моей кромате очень быстро поменяйтесь в писталь. Кто здесь? Не знаю. Кто здесь? У меня зажатие поясницы. Сильное зажатие. У меня мастеренность, опять паника. У Quelquely знай. У меня лось сюда. Вот здесь? Да? Да. Я всех люблю. Как будто я всем мешаю. Как будто я всем мешаю. Если б не было второго ребенка, они разошлись беспокойно. Если б не было второго ребенка, они разошлись беспокойно. Я вообще всем не мешаю. Эмоции? У вас очень жарить и счастье вообще-то такое… Я бы зашла уже подправить как-то… У меня всегда интересуются обжидание чего-то хорошее… Хорошо. Спокойствие. Боль прошла. Да? Хорошо. Тело тяжело, немножко состояние, руки тяжело, на плечи, да. Ну, как-то такое разница. Для того, чтобы получить хороший итог этого события, ты должна показать себя яркой деспота, хама, насильника, вылазника. Где? Там? Ну, не здесь вот. Здесь и там. Понятно, да? Ну, я-то не думаю, но тут не знаю, как это существует. Береги. Я могу озвучить, что это? Нет. Ну, я думаю, что там. Это судебный процесс, который назначен на какое-то число. В принципе, до тех вещей, которые я делал, он был бы автоматически просто проехал. Та сторона полностью контролировала, и ситуация была бы, скажем так, для нее все хуже. Мы сделали некие изменения в модели, изменили динамику, но тебе надо так себя вести, что ты всю жизнь хорошая, верная, правильная, заботливая. И все, что с тобой, всю жизнь было несправедливости. Тогда это вызывает чувство жалости, желание о тебе позаботиться, и растерянности с тем, что решение было в институтную сторону, а те растерянности не значит только это. И с каждым разом прирождение следа заставит. А может быть даже от третьих согласий. Разумеется. Все. Мне, вообще-то, когда работа сделана, это объяснять не надо, но здесь было видно, то, что получаем... А, не буду. Когда работа сделана, в принципе, это эмоциональная часть. Но, еще раз подчеркиваю, есть, когда есть энергия, если быть честно до конца, то вам, вообще-то, лучше не рассказывать. Ну, я в работе, но вам всегда есть, у вас всегда есть мозги. И вам хочется... А что вот это? А что вот это? А вот это вот приподнятая нога. Это о чем? И... А вот это вот он так стоит вот. Это куда? И вы все, значит, как-то... Какая стадия? Нет, не у тебя. Да, я спрашиваю. Деньги 10 и 9. Иди сюда. Деньги 10 и 9. А что? Я сразу 9 месяцев. Я как-то сразу... Ну, Хорошо. Симптом, орган, тайну, и пока все. 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 Я понял. Я понял. Я сейчас придется решить что-то свое. Я вам хочу сказать, что если вас выбирали куда-то, вы не думаете, что вас выбрали. Вы почувствуете, постойте. Потом, когда сядете, подумайте, а какого черта вы в вас выбрали? Как это связано с вами? Потому что люди как-то чувствуют какой-то резонанс. Это удивительная вещь. Хорошо. Внимание к другим объектам отсутствует, да? Еще раз спрашиваю. Мне важно только эмоция и чувство. Есть. Она показала какие-то две точки и чувство. Энергия и все чувства уходят туда. Эмоции, которые она переживает, бросить. Это здесь? Хорошо. Это у нас орган. Когда зашелся немножко... Молодец. Усталость, отсутствие силы, этого состояния неогти. Хорошо. А внимание на другие? Пока сосредоточено совершенно. Требула, внимание к этой фигуре и с одной ощущенностью в себе. Достаточно уверенное состояние. Внимание сюда, этот объект. Но вы не страх отсюда. Сюда страх. А уверенность? Внимание на этот объект? Уверенность. С уверенностью. Уверенность. Уверенность. Я понимаю, что это тайная? Спасибо. Уверенность. 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 Можете двигаться все достаточно свободно, спокойно и медленно следуя. То, что я вижу идут в ощущение незаконченности, незавершенности. Но двигаться нужно медленно следуя за чувствами. Мне не нравится, что на меня смотрят на точку, я прямо смущаюсь. Например, у меня есть внимание к этой точке. И какое внимание к этой точке? Ну, интерес. А там тоже что-то есть. Где? Ну, вот где-то здесь. Что-то где тоже стоит. Хорошо. Я могу сказать, что парадоксальность заключается в том, что врачи не знают, что делать. То есть то, что они предлагают, не есть гарантии. И они как раз боятся, и боятся реально, что это не завершится. Ну, то есть это не будет успешно, окончательно. Вернете я вопрос так, чтобы никто не слышал. Что они повторяют. Почему этоigmatic? Развотребление тех操-порстресс. Сейчас ощущение нервозности боязни, когда вот эта фигура образовала единую линию, сюда вот наибольшее состояние было приводить. Я очень сильно беспокоюсь, но я не пропустила. Ну вот что-то пришло одно целое, но очень плохо. Это не то, что наверно. Тревога. Связь есть какая-то вот с этой фигура этой. Да я понимаю. Я не могу обмёркнуть. Боязнь. Когда приближалась к этой фигуре, у меня сердцебиение выступало. Когда я увидела, что и в комнатное приближение я добилась обратно, и у меня сердцебиение достигнуло все обратно. У меня сердце. У меня сюда все, вот сейчас опять уверенность, но когда приближаются, у меня настолько память. именно от этого отрывает. Сюда страх упал. А она начала меня опять сюда увединить. Я не могу. Я не могу. Я не могу. Сюда страх упал. Начни двигаться. Что ты чувствуешь, когда ты говоришь, что нельзя приближаться? Двигаться. 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 Смотри. Уверенность. Чувство уверенности, потому что у меня всегда я сильнее. Смотри, смотри, уговори. Не надо ничего говорить. Странный мандрак в этом направлении. Ещё ближе. Ещё ближе. Держи. А ты её держи. Крепко держи. Крепко. Тебе главное её держать. Так, ты не держишь. Что здесь? Ещё крепче держи. Это ещё так. Вот пока ставь. Я туда трусик начинаю. Пучаса третий. Легчество. Мы знаем. Кто? Куда я его отверну? Не плохо. Как? Когда я его отверну? Куда я его отверну? Верите обратно. Это оболнение лёгкое. Чуть-чуть нарастает. Ещё недоумение плохо. Я исправлю сейчас это. Страх вроде пошёл. Как здесь? Нормально, но оглянуться хочется. Зарусное уходить за мужчину и не за папку. Ну и такое. Хорошо, когда у девочки всё-таки плохой класс. Потому что найти такого же идеального, как я, да, мои дочери мучаются. Я им сказал, мучаюсь, точнее. Я сказал, что в мире вообще есть два нормальных мужика. Я и ещё один Челябинский. И всё. Ну это любимая фраза. Нагиева из окон, да? Она меня так поразила. Я ещё один мужик Челябинский. И правда реагирую там вот. Но я, по-моему, тут. Вроде спокойно, но какое-то ощущение есть, не могу понять. Сейчас я определюсь, скажу. Хорошо. Такое впечатление, что не к чему дышать. Тяжело. Тяжело. Я бы хотела освободить. Желание освободиться, да? В то же время не освободиться, но с силами. Да. Да. Иногда здесь, когда этот приём реально в противоконфликтующие две точки, я скажу, то вот тут бывает взрыв. Это может быть истерика, крики. Иногда два старого мужика не могут удержать вот такую эмоцию. То есть это очень сильный приём. Причём он сильный по своему эффекту. Тяжело. 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 Когда подвели Тегуру, оно спало, но я не помню, все, а потом постепенно, постепенно, ну так медленно нарастало. Значит, ты жив. Я тебя никогда не видел. Я тебя никогда не видел. Я тебя никогда не видел. Тебе даже страшно нет. Как было страшно тебе? Было страшно тебе. Спасибо. 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 . Спасибо. 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 Продолжение следует... Хорошо. Ну, обберите себя за все страдания. А теперь назначили наоборот. А теперь позвольте себя назначить. И пусть вас поставят, а вы понаблюдаете за собой. Так все уже закреплено. Что-то опять хочешь привлечь к нему на центре этот стоять. И поставить куда-нибудь. Да, да, да. Запихните себя куда-нибудь. Как вам кажется, где вы должны быть в этой жизни. Где вам правильно. Очень серьезно. И вышли сразу. Как только запихнули себя куда-то. Вау! Боже мой! Ты всегда лезешь в гуще событий, да? Так что там хорошо. Я понял. А теперь постойте, почувствуйте. И тех, кого оставили в покое, найдите себе сильное место. Отметьте, что вы чувствуете там, где вас оставили. И найдите себе самое-самое сильное место. Да, рекомендую забраться повыше. И наблюдать за тем, что вы вот это творите в своей жизни. И куда вас... Система очень динамичная. Смотрите, и что вы чувствуете, когда вы видите себя. И как вы чувствуете, что там я переживаю. Вы учтите, что вы как... Там, где находитесь вы, это вы. Все остальное это то окружение, которое вам важно. Эти связи, которые вы создаете. Для каждого из вас есть один заместитель. Но все остальные для вас являются вашим окружением. Ты что, ты там или ты тут? Где Роба? Сначала меня поставили в центр. Там была как-то... Кожица ходила, все тревожное состояние. И как только начинают ходить и видеть их все вместе. Гордость, сила. Хорошо. Это правильная позиция, потому что многие, кто помогают людям, в любой помогающей, вспомогающей профессии и так далее, пытаются залезть в центр. А там выжить невозможно. Они начинают сразу пытаться вместо них жить. Это плохо. Хорошо. Что такое? Ты что? Агрессия. Аркадий. Агрессия? Агрессия, да. На кого? На живого. Господи, подойдите. Нет, нет. Вопрос в деле. Я Наташа. Мне очень хорошо, мне очень нравится. У меня страх. Меня бесит. Когда кто-то счастливый. Когда кто-то счастливый. Беспомога. Беспомога. А где она так? Женщины дуры. Это неотносительный вопрос. Сегодня, вот сейчас, в Аркадии, это состояние, когда окружение раздражает свою жизнь. Раздражило. 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 Уже прошло. Что? Я не могу опросить всех, вы сами понимаете. Но очень важно, чтобы чувствовали. И все. Сейчас попробуем это интервью провести. Чи-и-и-и-и. Какая-то реакция есть на Александру, себе стулы? Раздражение. Аркадий, я все понял, Аркадий. Все в теме. Вы все в теме. Зачем, я никого из них никак не собираю, я просто всех вижу. Я просто всех вижу, мне от этого комфортно. Скажи, я вас вижу. Я вас вижу. И мне комфортно. И мне пофиг. И мне пофиг. Как вы ко мне относитесь. А какой у тебя рост? Метр восемьдесят. Ну, я ж чувствую, что я не такой. Как здесь? Кто-то, кто-то такие печальные рыбосодцы? Ира. И что? У меня мужчина занят. Да. Тихо, тихо. Главное чувствовать. Я люблю. У меня паника. А шеи не подползла. Ну, вот ее состояние не встречается. Кто-то реагирует на эту панику? Никто. Подошли к своим. Вас спрашивают. Пусть они стоят на месте. Как я становился? Распросите. Пусть они стоят на месте. Ст shelters. Вы это по территории? Продолжить. Красное? Выד? Есть. Я не могу. Она. Продолжение следует... 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 Но ты нашла и то, что нашла. Я же никогда жесткие рамки никого не загоняю. Вы знаете, я в свое время понял, что в жестких рамках она плохо. Вот я сейчас увидел, я Анечку не вижу, да? Аня не вижу, да? Аня оставила вот, вот я увидел вот этот флуатин, да? Вот в Киеве это капсула сенсорной депривации, ой, такое название. На самом деле это большой темный тазик, в котором тихо играет музыка, мягкая, но тише, тишина, тишина, вот так вот, фон. Он с соленой водой, там абсолютно темно, и вы как-то ложитесь, вообще безнадежно. И вам кажется, вы лежите на воде, в соленой воде, на воде. И думаете, что вы лежите. Ну, через какое-то время, ну, в связи с тем, что у меня там богатый опыт и ребёфинга, и всяких там практик, они говорят, давай час, я говорю, нет, давайте два уже. Ну, ну, что это вкусно. Вот это лежу я в этой соленой, беру шебуша, все заткнуто. Я дышу, я слышу костями. Вдох, выдох, вода не шевелится, теплая, как температура тела. Соленый, лежишь, погрузиться никуда. Вот лежишь, глаза закрыты, можно открыть, но это не играет роли. И тут ты начинаешь дышать и понимаешь. Но в духе, вот я знаю, что правая и левая половина, теперь я знаю. Когда я вдыхал, у меня левая половина была по ощущению, что я ухожу под воду. То есть она переворотни. Там сколько воды, там нельзя утонуть, понимаете? Но я чувствую, что я погружаюсь метра на пять, там тут просто туда. Выдыхаю, меня колбасит в другую сторону, я погружаюсь туда. Я лежу, дышу и смотрю, как выравниваются левое и правое. Вдох, чисто женское брать, принимать, сохранять. Мужское отдавать, двигаться. И отстой, у меня просто рвет, как хомячка на части. Эта система вырвалась, я лежу, думаю, все хорошо, баланс. Я вдыхаю, лежу спокойно, выдыхаю. И тут начинается еще круче. Теперь мне начинает, я вдыхаю, меня против часовой стрелки разворачивает. Там нельзя повернуться, там стенки, вот от стенок, вот так. Но у меня ощущение, что меня заворачивает по спирали. Я выдыхаю, меня по другой спирали, вот так. Это ощущение энергетическое, ощущение тела. Ну, не физического тела. Я рекомендую, ребят, только два часа сразу лучше не надо. Я просто знаю, что в Киеве, это мои друзья приезжали из Москвы, потому что в Киеве это дешевле. Это в Киеве дешевле, вместе с билетом и с проживанием, чем в Москве. Что надо в этом пузу, если приезжать? Чего? Жизнь-то звук. Круто. Не, я просто рекомендую. Я еще раз повторяю, системное моделирование, расстановки, развитие. Все это хорошо. Все это работает. У одних лучше, у других хуже. Никогда никого не сравнивайте по каким-то критериям. Если вам какой-то специалист, мастер не подходит, ну, значит, это не ваш стиль, не ваше пространство. У кого проблемы с женской половиной, приходите лучше вопрос решать с мужчиной, потому что, что бы вам ни делали женщины, вы это не примете. У кого проблемы там, лучше приходите к женщинам. И вас будут долго гладить, это будет очень длительная, такая продолжительная терапия, она будет на всю жизнь. С сохранением симптомов и всех остальных проявлений. Ну, это же шутка, но на самом деле каждый ищет по-своему. Поэтому не сравнивайте. Мы хотели, чтобы вы здесь увидели все разнообразие. Ну, я люблю эту мастерку практиков. Я прошу прощения. А, это у меня будильник. 16.00. Я понял. А как это будильник? Ну, у меня нет вопросов. Я приглашаю, кто хочет научиться работать, понимать системные процессы, я предлагаю вам, у нас в Запорожье начинается новый, наверное, последний. Это я объявлял в прошлом году. Но желающих опять так много, что мы объявили, что четвертый, наверное, будет останий. Развивающий курс. Он состоит из третий модулей, которые проходят по три дня на острове Кортится, в профилактории. Там же проживают, там же питаются, там же учатся. И там же потом расставляются до трех часов ночи. Потом в четыре засыпают, в десять уже надо будет на занятиях. Но они все возбужденные, они тут похоронили повроза. Раскрешили вторую половину. И в первые дни к нам приходил главврач и говорил, ребята, а что-то у вас какие-то странные люди. Я захожу в коридор, а там лежат, лежат трубы. И я под стеночкой, говорят, у вас какая-то вера какая-то особая. Ну, потом мы объяснили, что они пока учатся, поэтому им легче всех похоронить, чем... Вот, да. Ну, потом они перестали уже увлекаться похоронами. Я думаю, это тот процесс, который проходили немцы. Вот. Ну, про диск мы вам уже говорили. Это итог многолетней работы в том смысле, что первые курсы, первые два. И вот мы попытались создать интерактивный такой обучающий. Может быть, это будет вам интересен. Ну, больше у меня вопросов есть к нам. Группа мастер — это не я один. Группа мастер — это вот Алинка, которая объявляла на сцене. Вы видели, она немножко круглая. У нас даже вот два человека там пока. Она представляет. Это генеральный. Это Аня. А Таечку вы все видели сегодня. Алинка где-то бегает. Это Лена. Она стесняется. Ну, скажем так, она побывала на фестивале, на мастер-классах. Она посмотрела и говорит, фух, я думала, что я ничего не могу. Теперь я посмотрела, как это делают другие. Я теперь буду делать, как я могу. Я могу. Это дает уверенность. Поэтому, пожалуйста, не ходите к тому, кто умеет. Находите тот, кто делает чуть хуже вас, повысите уверенность и делайте потом сами лучше. Да ладно, я шучу. Это, опять же, сравнение не просто. Ну, вообще-то у меня... Если есть у вас вопросы, я готов ответить, если смогу. Все, вопросы. Да. Это с февраля месяца. На сайте будет расписание. Мы поставим срезы инфо. Мы... Нам очень трудно... Ну, скажем, мы поставим число. Это будет февраль. Нам надо согласовать с профилакторием. Время там свободное. В этом условии. Но мы выставим сразу расписание на весь год вперед. Оно практически не меняется. Можно четко знать. И в следующих планах будет работа с организациями системного моделирования. И у нас еще есть школа мастерства, где вот 16 человек уникальных, таких замечательных. Вот сидит Сергей, вот Аня Исаева. Ну, к нам-то снизошел Иван Петкальевич. Системного моделирования. Хотя он классные вещи делает, как говорят. Вот Харьковская группировка. Андрей Барабаш. Ну, вообще, тут очень много для меня людей, которых я очень люблю и с которыми я делюсь всем, что есть. Житомирская, это вообще здание, она тут, они на меня ходят и обижаются, что я их не беру. А думаю, что специалистов-то лечить? Мне как-то даже стыдно. Они собак лечат, там, и тут. Я еще один момент хочу сказать, что наши опыты и эксперименты показывают, что вот то, что здесь происходит, надо быть очень аккуратным. Когда я говорю вам двигаться медленно, когда я говорю чувствовать, то просто чувствуйте и двигайтесь. Потому что, скажем, мы уже заметили, что события, проходящие здесь, очень четко отражаются на тех людях. Ну, когда мы работаем, скажем, вот, была проблема здоровья ребенка. Ребенок в Харькове, папа у нас на школе мастерства, то есть на развивающем курсе, мы расправляем симптомы, и то, что происходило в этот момент в Запорожье с заместителем, одновременно происходило в Харькове. Причем мама была там в шоке, потому что, ну, у ребенка была очень мощная реакция, она говорит, ребенок никогда себя так не вел. То есть то, что было с заместителями, это на момент, а было в другом. В конце земного шара. Можно сосчитать любую информацию, это очень легко сделать с любого человека. Последний прикол от группы мастер. Встали. Нашли себе быстро пару, желательно незнакомую, но недалеко. Что-то рядом. 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 Неважно, знакомая, незнакомая, или не было костей родственников. Хорошо. А вот теперь... Вот, Леночка, иди сюда. А, ну, Анечка, Леночка мне там. Вот, решили, кто будет первый, кто второй, потом отменяйте. Смотрите, как это будет делаться. Смотрите. Кладете руки на плечи, смотрите в глаза и говорите. Я говорю, вот как я говорю. Ты не Лена. Я тебя назначил. Назначить надо вот так, в темную. Я подумал о живом человеке, существующем в этом мире. Живусь ему сейчас. И так далее. И назначил. Теперь я и отхожу. Никогда не стоите перед взглядом. Вы сразу перекрываете состояние души, информация не поступает. Начинаем думать. Что ты тут чувствуешь? Я немножко злюсь. Не знаю, как-то злюсь, обиженная или злая какая-то. Все-таки, я понял. Спасибо. Это я назначил внучкой Машей. Ее. Ей 4 года. Маша мне позвонила 2 часа назад и говорит, дедушка, они тут над мной издеваются. Я хочу орешков, а они мне их не покупают. Я дочери перезвонила и сказала, купите ребенку орешков. Я так понял, никто не купил. Или не то купили, или не купили собственным. Сейчас позвоню и скажу, что вы не издеваются над моей любимицей. Поэтому вы сейчас можете получить состояние человека, только главное четко представьте себе и мысленно произнесите. И скажите, я тебя назначил. А то некоторые сразу пока чек представляют. И так, чек, а у меня есть тут вот так, как-то. Хорошо? Да нахуй иметь. Просто у меня в одной микрофон был. Ну что ж ты издеваешься, когда мы были. Ты мне мстишь за товары. Я помню. Мы любим товары. Я люблю товары. Попробовали. А потом наоборот. Только не стойте при глазах. Чего? 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 Не, не, не. Его состояние сейчас. У тебя нет. Ты не стоишь перед ним. Может быть, вас не дает человека. Да, в любом случае. Человек, который... Это опять будет... Выключить. Ребята, это не отношение к вам. Это просто состояние человека в этот момент на том другом конце земного шара или рядом в деревне. Да нет, ну, может... Она все равно не знает. Просто долго так экспериментарь. Ну, хорошо чувствую себя. Чувство, а это две секунды. Сразу назначили и все. Получили обратную информацию. Да? Ну, что-то будет... Саша. 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 Сейчас, поменяем. Все, все. Что-то отнимается. Что-то нет. Мы не будем... Все. Все. Что-то полежать хочет, постараться, чтобы отдохнуть. Ну, что за хренью? Ну, что-то. Так, перестань. Хорошо. Очки иди сюда. Хорошо. Давайте все. Завершаем. Узнали еще о каком-то чем-то и все. Все узнали? После фестиваля можете ловить всех и тренироваться, пытать, знать. Вы будете знать, что делает муж, а он будет знать, что делает его. Есть такой интересный анекдот, когда новый русский поймал золотую рыбку. И у него было одно желание. Она говорит, какое желание ты хочешь? Ага. Какое? Ясно. Хорошо. Все, кто сделал, вернулись в талии, не садитесь. Постойте вокруг стульев. То есть, в смысле, ближе к стульев. И пару с тобой возьмите. Кто закончил упражнение? Аккуратно. Аккуратно. Итак. Шо? Хорошо. Насколько совпало состояние, насколько ваше знание об этом человеке, на ваше представление? Спасибо. Вообще-то ловят сто процентов. Иногда быстро знать не могут, но чувствуют сто процентов. Так вот, вот это совпадение состояний, о нем как раз маленький анекдот. Когда золотую рыбку поймал новый русский, она говорит, что ты хочешь? Она говорит, у меня все есть. Она говорит, ну что ты хочешь, я могу исполнить любое желание. Она говорит, давай так, чтобы я переживал оргазм одновременно, чтобы жена и я одновременно переживали оргазм. А то у нас какой-то дисбаланс какой-то. То я, то она, то не успеваем, то догоняем. Она говорит, хорошо. Ну вот, играет он с друзьями в бильярд, в бане, и потом побежал, они говорят, мужик, ты куда, протела? Он говорит, мужики, не могу, кормить чаем. Когда вы назначаете, поймите, что одновременно вы знаете, что тот человек, если вы почувствуете что-то очень хорошее, то ему там и хорошо. Вы как раз золотая рыбка одновременно чувствуете. А теперь, однажды у меня учителя, как самый тяжелый контингент учителя и медики, я тогда спрашиваю, кто твои родители? Человек говорит, врачи или педагоги. Я понимаю, мы попали. А когда говорят, папа, врач, мама, педагог, я понимаю, что мы вообще влетели. Так вот, когда врачи меня спросили, Александр Ильич, а есть такое вот состояние, чтобы быстро поменять эмоциональное состояние? Эру есть. Это просто упражнение. И он это только сделал. Говорит, три секунды, и ваше состояние меняется. Я сейчас попрошу всех сделать одно это упражнение, причем постараться, как можно, большим количеством людей. Мы с вами на фестивале, были четыре дня. Я хотел бы, чтобы вы друг с другом попрощались, но посмотрите на проблему несколько иначе. Вот попрощаться по-другому. Вот взгляд на человека с другой стороны. Вы знаете, это очень прикольный. Знаешь, как? Поехали, прощаемся со всеми в как можно больше количества. Ребята, вы получите в кайф. Я вас не вижу. Берите другую. А то, блин, серьезные, как пидурки. Так не вопрос. Еще, еще, еще. Да, давай. Да можно со мной... Это точка. Моя жена. Что у меня? Нет, это ташка. Мода. О, такая вот отачка. Ну шо, а ну посмотрите на гриви, за состояние поднялся, спасибо. Ну слава тебе господи, погоди у меня. Когда вы посмотрите на мир через задницу, иногда он приобретает совершенно уникальные краски и у вас другое состояние души. Ну все, спасибо, на этом мы завершаем. АПЛОДИСМЕНТЫ У Коленоса есть такое красивое выражение, оно очень мудрое. Люди сделаны из людей. И вы знаете, я каждый раз убеждаюсь. Я появился в этом мире не просто так, просто вы сделали меня. Я вам был на сегодня за чем-то нашим. Я благодарю, что вы потрудились и сделали меня. Я надеюсь, что в свою очередь я тоже приложу руку, чтобы вы сегодня были. Мы делаем друг друга. И каждый в этом творчестве абсолютно наравне. Что бы он ни думал, на ком бы стуле он не встает. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 cuzў ИЕМЩЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ 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 КОНЕЧНЫ Конечно, как тут без тебя? Все, мне важко срабатывать сертификаты, давайте вручать их людям. Ну, мы решили вступное, остальное слово дать нашим человекам. Так. Вот. И, пожалуйста, возьмите у нас слово. Ну что, все, кто выжил, мы рады вас видеть живыми, здоровыми, кто-то одухотворенный, кто-то в расколбасе. Это тоже хорошо. Я присоединяюсь к предыдущему оратору, потому что мы активно с вами что-то делали, мы пытались все-таки, но вы оказались достаточно стабильными системами и вы выжили. Вот. Да, все приложили. Роман приложил усилия, Борис, я просто вижу тут не всех ведущих, но каждый из нас пытался внести свою лепту. Если что-то не запихивалось, мы это… Впиховывали. 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 Впиховывали, да? Ну все-таки выслов такие. Ну, нам очень понравилось, что вы вообще-то впитывали, иногда этого не хватало, по-моему, некоторым. Наверное. И с учетом того, что вы все-таки выжили, а если вы выжили, значит, вы уже где-то на какую-то ступеньку, а кто-то две, кто-то на три. У нас появились такие обязательства выдать вам документ, в котором он подтверждает, что вы прошли эти ады, муки адовые, да, и остались живыми. То есть, чтобы вы могли сказать, вы вот здесь не были, да, значит, вы ничего не знаете, а я был. И вы знаете, что вы ничего не знаете. Да, это вот так вот. А теперь вы сможете другим объяснять, что они не знают. Как говорил Борис, зал развился напополам. Так вот, вы в той половине, которая будет объяснять. Ну, а сейчас наши волонтеры, или не только волонтеры, может быть, мы сами раздадим им сертификаты, и вы каждый можете вписать туда имя того героя, кем вы были. Если это совпадет с вашим именем, фамилией, отчеством, ну, это, наверное, случайность. Если кто-то хочет имя поменять, он тоже может как-то сделать. Но обязательно в конце ставьте герой. Или в начале. Где? Правильно. Это у кого-то герой. Герой системного фристайла поступило такое предложение, наградить всех званием герой системного фристайла. Можно и пожизненно. С нашей стороны хотелось бы еще просто отметить, что Центр системного моделирования надеется на дальнейшее сотрудничество с Альфа-центром. Мы дальше будем делать какие-то очень интересные проекты, фестивали, выездные, невыездные. Как-то это все, знаете, приятно то, что все-таки, несмотря, там, кто-то говорит, мало людей, немало. Ну, вот ощущение такой душевности, теплоты, любви. Вот оно как-то вот здесь вот все излучается, и все это взаимно. И это самое важное, и это приятно. С нашей стороны мы тоже хотим поблагодарить творческую группу «Мастер», в особенности Александра Васильевича Зелинского, который породил новые волны для новых стилей работы с системами и вокруг системы и всего-всего-всего интересного, классного. Породил волны. Он на гребне просто был, пародист. Скользил на гребне, да. Большое всем спасибо. И кто не знает, мы все-таки, вот, наш Центр — это три основных ведущих. Это я один. Да, три основных ведущих — это так, чтобы было к слову. И у нас еще есть Леночка, которая нам помогает. Кто, может быть, в этом первый раз об этом узнал, это мы. Я уже говорил, что Лена посмотрела на разные специалистов и поняла — я тоже могу. Поэтому ходите, смотрите и почувствуйте, что вы тоже можете. Вы можете. Спасибо.